Всеобщему вниманию дневник Евро 2020 Витсаныча. 29 июня 2021 года. Великобритания, Лондон, Уэмли. Матч 1-8 финала Англия-Германия. Пламенно болеющие английские фанаты. Футбольные шахматы на поле, где учитывается высокий риск ошибки, которая может стать роковой в матче равных по силе команд. Все это мы наблюдали на Уэмли. До перерыва опасных моментов было немного. Рахим Стерлинг пробивал по центру, Нойлер среагировал уверенно. А на 30-й минуте Вернер вывалился на свидание с Пикфордом и уже голкипер английской сборной спасает положение. На поле было много борьбы, никто не хотел уступать. Как бы банально эта фраза не звучала, это именно так. Нидерландский полицейский в форме судьи Дани Маккелли показал три желтые карточки в первые 45 минут. Одну немцам получил Гинтер и Райс с Филлипсом у англичан. А уже в добавленную арбитром минуту мог отличиться Харри Кейн, когда получил неожиданный подарок в виде отскока к нему мяча после круговерти в центре штрафной Германии. Кейн один во вратарской площадке пробросил мимо распластавшегося Нойера, но пробить форварду сборной Англии в пустые ворота помешали прилетевшие Рюдигер с Хуммельсом. Такое вот взрывное завершение вышло у довольно размеренного тайма. Сразу же после перерыва Пикфорд потянул из-под перекладины мощнейший удар Хаверца. И то Стерлинг пытается продраться сквозь немецкий частокол ног штрафной соперник. А то уже Вернер на острие стремительной контры немцев, но натыкается на Стоунса. В таком матче чаще всего все решает один забитый гол. И его провел Рахим Стерлинг. Кто же еще? Красивая стремительная комбинация. Шоу из правого угла штрафной вырезал прострел во вратарскую, и Стерлинг переправил мяч ворота 1-0. На 75-й минуте шахматы завершились, и начался настоящий футбол. Немцы могли сравнять счет через пять минут, когда Томас Мюллер выскочил один на один с Пикфордом. Подумать времени было, пока бежал у Мюллера вагон и еще маленькая тележка. И пробил вроде бы правильно, мимо голкипера сборной Англии. Только вот и мимо ворот. И пошла футбольная классика, когда после неиспользованного голевого момента команда Транжира получает мяч в свои ворота. Грилиш прострелил из левого угла штрафной, и Кейн, сложившись в полете, головой переправил мяч в ворота 2-0 на 85-й минуте. Англия в четвертьфинале и ждет своего соперника, который определится в матче Швеция-Украина. Болеем за наших. С вами был Саныч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok